Третний трудовой семестр идет в Хабаровском крае. На каникулах более 2000 участников судотрядов отправятся на разные предприятия региона, смогут заработать и одновременно получить полезный опыт. Нынешний трудовой семестр в крае стал уже 64-м. Старт ему на торжественной церемонии дал губернатор. Глава региона рассказал о грядущих изменениях в движении студенческих отрядов. У них появится свой штаб в отдельном здании, а его местные отделения откроются во всех высших и средних профессиональных учебных заведениях края. В крупных строительных, социальных, горнорудных, железнодорожных организациях будет больше рабочих мест для участников движения. Кроме того, в следующем году Край присоединится к проекту «Всероссийская студенческая стройка». Студенты из других субъектов страны летом смогут устраиваться в нашем регионе на работу. Такая инициатива стала одним из пунктов соглашения между правительством края и молодежной общероссийской организацией «Российские студенческие отряды». Это крупнейшая молодежная организация нашей страны. И она включает 81 региональное отделение, в том числе и в Хабаровском крае. В студотрядах России состоит около 200 тысяч человек. Как же стать частью этого движения? Как устроена работа отрядов? На все вопросы ответит наша гостья в студии Кристина Дедина, руководитель педагогических отрядов Хабаровского регионального отделения молодежной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды». Доброе утро, Кристина. Ну, все-таки у студенческих отрядов весьма давняя история. Расскажите все-таки современное движение. И что из себя представляет? Ну, на самом деле, российские студенческие отряды – это организация, которая из поколения в поколение, наоборот, вот все удерживает в себе самое лучшее. И то, что переходит из поколения в поколение, это, наверное, наша особенность – наличие форменной одежды. Бойцовки, в которой я сегодня… Но если раньше это была куртка, которую выдавали для работы, то сейчас это больше парадная форма, и без этой бойцовки, строевки мы не выходим ни на одно наше мероприятие. Ну, какие-то еще традиции, может быть, сохранились? Как правило, это мероприятия, которые у нас проходят в течение учебного года по подготовке к работе. Форматы этих мероприятий, например, спевка, когда все сидят у костра, поют песни. Это, наверное, вот самые любимые наши традиции, которые мы переняли из прошлого. Но я так понимаю, что желающих влиться в ряды студотрядов много. Как же стать участником этого масштабного движения? Каких-то особых требований нет. Главное – быть студентом и желать развивать себя и нашу организацию. По каким основным направлениям работают студотряды? В нашем Хабаровском региональном отделении их пять. Это строительное направление, направление проводников, путины, вожатые и сервис. А давайте вернемся, да, все-таки, если кто-то хочет попасть в студенческий отряд, куда прийти, какие условия, как попасть, кто может это сделать? Ну, во-первых, можно перейти в наши социальные сети, Хабаровское региональное отделение, написать нам, и мы дадим обратную связь. Но также практически в каждом крупном вузе у нас в регионе существует свой штаб студенческих отрядов. Можно обратиться туда, и все радушно примут вас в наши ряды. Ну, вот у нас на экране есть QR-код, можно отсканировать и по нему перейти, попасть и узнать подробнее на сайте всю информацию. В каких направлениях работают студенты на сегодняшний день? Я знаю, что все-таки из года в год направления какие-то все добавляются, становится больше возможностей для того, чтобы проявить себя, подзаработать и получить полезный опыт. Ну, в этом плане Хабаровское региональное отделение стабильно. Все пять направлений, которые я назвала из года в год, мы трудоустраиваем студентам по ним. Но самые приоритетные – это, конечно, направления вожатых. А насколько вообще велика сейчас потребность в студенческих кадрах, и как работодатели относятся к тому, что у них будут работать молодые специалисты? Работодатели всегда рады, я надеюсь на это, по крайней мере, что к ним приходят бойцы студенческих отрядов. Сейчас существует потребность вожатых, то есть еще можно трудоустроиться, и можно устроиться рыбообработчиком на путину. Ну вот смотрите, направления, может быть, и сохраняются одни и те же, но вот предприятия прирастают ли, становится ли больше как раз-таки работодателей, больше объектов, которые готовы принять в себе студентов? Да, конечно. И численность бойцов с каждым годом растет, и появляется потребность поиска новых работодателей, и они появляются. А студенты могут работать только в своем регионе, или есть возможность куда-то попутешествовать по стране? Есть такая возможность попутешествовать, в основном это делают проводники, потому что у них нет выхода, и путиное направление всегда практически выезжает за пределы региона. А вот нам подсказывают, что на какие-то интересные объекты, может быть, стройки, вот на космодром вроде как ездили тоже студенческие отряды, раньше такое было, сейчас что-то такое интересное, необычное есть? В прошлом году ребята действительно участвовали в стройке космодрома в Источный, и в этом году у нас ожидается стройка БАМ-2.0. Очень интересно. Здесь и романтика, и все остальное. Вот смотрите, по каким направлениям требуется обязательно дополнительное обучение? Это направление проводников, потому что они получают специальное удостоверение проводника, и, конечно же, выжатые, потому что работать с детьми очень сложно, и они должны пройти специальное обучение. Ну, на каких-то предприятиях, да, других объектах все происходит по ходу. Они приезжают, их инструктируют, и уже кто-то наставляет. Да, есть наставники, да, наверняка у студотрядов? У нас такая структура, где в каждом отряде существует свой руководящий состав. Когда ребята выезжают на тот или иной объект, их руководящий состав едет с ними, и в любой момент они могут их поддержать, чему-то научить и что-то подсказать. Студенты сами выбирают, как проведут лето, где будут работать, или их все-таки распределяют? Когда студент приходит в начале года в отряд, у него спрашивают, где бы он хотел работать. Но по итогам года, по тому, как он себя проявлял, ему могут сказать, поедешь ты на тот или иной объект, или нет. Вот такой стимул, да? Может совпасть с твоим желанием. Ну, в общем, все как в жизни, а может и не совпасть. Но не можем не спросить, сколько можно заработать на всех этих должностях. И какие направления самые высокооплачиваемые? Зарплата разная в разных направлениях, но самые высокооплачиваемые сейчас это проводники и путинов. Ну, сколько там? От до? В учении можно от 70 заработать. От 70? Это за какой период времени? За неделю. Это больше зависит от количества рыбы, а не за количество дней, проведенных на трудовом объекте. А работа же все-таки подобная, по всем направлениям, всегда же, наверное, предполагает выезд, то есть проживание вне дома. В таком случае, вот все эти проезды, питание, проживание, это дополнительно оплачивается? Такие все расходы берет на себя работодатель. Да, ага. Давайте еще раз расскажем, в чем же преимущество участия студента в студенческом отряде? Если мы говорим конкретно про работу, то в первую очередь это гарантии. То есть студент приходит, и он понимает, что он 100% будет трудоустроен летом, и что он получит ту зарплату, которую ему обещали. Это определенная подушка безопасности. То есть если на объекте что-то произойдет, то за него всегда заступится его региональное отделение. Ну, и, конечно же, путешествовать и работать всегда проще, когда ты в кругу своих друзей. Ну, можете как-то спрогнозировать, как все-таки будет развиваться студенческое движение в нашем крае? Ну, здесь нельзя не сказать про соглашение, которое было подписано между региональным отделением и правительством Хабаровского края. Губернатор показал этим, что наша организация сейчас приоритетная. Нам, конечно, это очень приятно, и мы готовы дальше развиваться, искать новых работодателей, повышать свое качество и количество. Спасибо вам огромное, Кристина, за эту беседу. Мы желаем успехов. Приходите к нам с новыми победами. Напомним, в гостях была Кристина Дедина, руководитель педагогических отрядов Хабаровского регионального отделения молодежной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова